Вопросы по борьбе и профилактике преступлений против личности, а именно убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью граждан, обсудили на очередном координационном совещании в прокуратуре Ненецкого округа. На заседании присутствовали все руководители правоохранительных органов региона. Главной темой обсуждения стало увеличение в нашем регионе количества умышленных убийств. На первый взгляд, статистика преступлений против личности в нашем регионе выглядит положительной. Если в прошлом году правоохранители зафиксировали 124 нарушения закона в этой сфере, то в этом всего 111. На фоне понижения общего количества преступлений в Ненецком округе цифра вполне закономерная. Но это только на первый взгляд, если не обращать внимания всего на одну строчку отчета о графу умышленные убийства. Их количество в этом году увеличилось почти в целых три раза. На территории округа зарегистрировано 8 убийств. По сравнению с прошлым годом, за весь 2012 год было зарегистрировано 3 убийства. Такое количество убийств не регистрировалось в течение последних трех лет, считая 2013. Если вернуться к статистике, то уровень убийств в Ненецком округе в этом году оказался более чем в два раза выше среднего по России. Тревогу правоохранителей забили после первого полугодия 2013-го. На тот момент в нашем регионе уже было убито 6 человек. Узнав об этих цифрах, заместитель генерального прокурора Российской Федерации по СССР поставил задачу перед правоохранителями Ненецкого округа. Активизировать работу и принять дополнительные меры, направленные на профилактику убийств и тяжких телесных повреждений. Следствие работает над сбором доказательств. В меньшей степени работает над правояснением причин и условий. Чтобы эти причины и условия выявить, необходимо следственные действия планировать шире. И вы, как руководитель следственного отдела, в том числе, должны давать соответствующие письменные указания. По мнению представителей прокуратуры и следственного комитета, служба участковых уполномоченных в сельской местности работает недостаточно хорошо. В некоторых населенных пунктах полицейские вообще отсутствуют. Отсюда и чувство безнаказанности среди местного населения. Из 8 доказанных убийств в 2013 году 6 совершены в сельской местности или вне населенных пунктов. В конце 2013 года правоохранители вновь проанализировали ситуацию и посмотрели на цифры. В результате проведенной совместной работы и принятых мер надзорного и ведомственного характера на территории округа за последние 5 месяцев не совершено ни одного убийства. За все второе полгодие было совершено 2 убийства в июле месяце. Основная причина убийств в Ненецком округе – чрезмерное употребление алкоголя. Все преступления носили бытовой характер. Никаких криминальных разборок или нападения банд-групп. В отношении организованной преступности наш регион – один из самых спокойных субъектов Российской Федерации. Всем главам местного самоуправления, участковым, полномоченным и другим представителям власти правоохранители уже направили соответствующие инструкции по профилактике преступлений против личности.